Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу» веду я Андрей Усенко. И вот здесь обычно я говорил сегодня у меня в гостях тот-то, но сегодня будет, по крайней мере, начало программы необычное. Мой гость немного опаздывает, дела его задержали, звонил, извинялся, обещал скоро появиться в студии. Поэтому представлю я его заочно. Сегодня появится здесь в студии скоро Олег Кочкин, руководитель компании «Вятка Авиа». И в данном случае, наверное, можно прямо сказать, что Олег летит уже к нам в студию, не знаю, где он приземлится, но обещал успеть. Не стал я ставить музыкальные заставки, решил, что это хороший случай, хороший повод, хорошая возможность рассказать вам, собственно говоря, наверное, о программе. Пусть это будет вступление, которое было сделано не перед первой программой, а уже где-то, надеюсь, что это может быть даже не середина периода ее выхода. Программа «Разговор по делу» возникла как возрождение проекта «Слово о деле», которое я вел на радио «Эхо Москвы» или на Кировград радиостанции несколько лет назад. И в той первой итерации и в возрожденной уже около года программе основной целью, основным ее смыслом было рассказать вам и познакомить вас с теми людьми, которые зачастую известны в городе, а иногда были даже в стране известные гости. И нам казалось, что мы многое о них знаем, на самом деле мы знали только то, чем они занимаются и в чем они достаточно успешны. И я видел для себя цель вместе с вами, вместе со слушателями эфира поговорить более подробно о том, чему они посвятили кто-то всю свою жизнь, как, например, директор библиотеки имени Герцена Наталья Стрельникова, прошу прощения, которая рассказывала у меня в эфире о том, как пришла работать в библиотеку в начале 90-х на ставку обычного специалиста. И, собственно говоря, больше в трудовой книжке у нее других записей нет. И мы с удивлением узнали, что у нас в регионе больше 600 библиотек в муниципалитетах находятся. Мне кажется, это самая большая сеть вообще каких-либо организаций, больше чем почта, там, Сбербанк или что-то еще. Вот такие неожиданные вещи. Было много предпринимателей здесь, в студии, которые за время своей трудовой деятельности поменяли направление работы, но к каждому из них они относились с полным погружением. И именно таких людей я приглашаю в студию, людей, которые могут рассказать о том деле, которым занимаются, которым посвящают жизнь или часть своей жизни, увлеченные, интересны и сознанием этого дела. Я некоторое время назад прочитал такую мысль, которую запомнил, и периодически к ней прибегаю. Это мысль, сформулированная во фразе «Если кто-то говорит, что что-то делать легко, то, скорее всего, он в этом ничего не понимает». Мы можем поспорить о том, что из этой фразы есть исключения, и, наверное, лежать на диване легко. Но, опять же, смотря сколько лет лежать на диване, я знаю людей и сам к ним отношусь, которые полто дня с трудом лежат. Поэтому мне всегда было интересно поговорить с теми людьми, которых я приглашаю в студию. Мне было интересно узнать что-то более подробно о том, чем они занимаются, потому что сам с любовью отношусь к своему делу, к тому, к той сфере, в которой работаю. С радостью хожу на работу. С радостью, правда, ухожу и с работы. К любимой, к семье. Мне было интересно, как эти люди раскроются. И я, собственно говоря, считал себя таким же точно радиослушателем. И считаю себя таким же точно радиослушателем. Единственное, что у меня есть привилегия, возможность задавать вопросы нашему гостю. И задаю я их всегда с позиции как раз радиослушателя, который едет в своей машине или, сидя на работе, имеет возможность с кем-то поговорить. С тем человеком, который в студии у меня в конкретный момент времени находится. Сегодня пока еще не появился. Опять же ждем. И спросить его. Мне всегда было интересно, вот я своим делом занимаюсь, серьезно, погруженно, увлеченно, с любовью. И было интересно узнать дело тех людей, кто так же относится к своему. Много было программ за эти годы. И у меня, на самом деле, есть желание собрать их все. Они записаны и где-то в архивах должны лежать. Не думаю, что, не собираюсь, по крайней мере, выпускать их в виде расшифровок. Хотелось бы, потому что, мне кажется, что радиоэфир вообще особенная субстанция. Когда я готовился к своей первой программе, сколько, 8 лет, 8, наверное, 7 лет назад, я послушал какие-то вебинары, семинары, почитал о том, что такое радиоэфир, как его вести. Главное, что я вывел, это субстанция, абсолютно отличающаяся от телевизионного эфира. Там очень важна картинка, там важна композиция, там важно даже то, в чем одеты герои, там важен закадровый свет и звук, там масса нюансов. В радиоэфире, я для себя так это сформулировал, самое главное — это живость, это даже такая настоящесть. Искусственный эфир, когда читают что-то по бумаге или отвечают по заранее заданным вопросам, подготовленными ответами, очень неестественно выглядит, очень искусственно и неинтересно. Его не слушают. В радиоэфире как раз можно запнуться, поперхнуться, покашлять, и в этом нет ничего страшного, потому что это фоновая история, которую вы, уважаемые радиослушатели, которых я посвящаю сейчас в свои мысли, в связи с тем, что задерживается мой гость, как я уже сказал, которую вы совершенно спокойно воспринимаете. Ну, закашлялся гость, ничего страшного, собственно говоря, это же разговорка, это как будто мы с ним разговариваем. И не буду скрывать, очень многие из моих гостей волнуются, волнуются, когда я их приглашаю, стесняются и даже пытаются отказаться, и мне приходится им прямо объяснять. Слава богу, есть еще возможность иногда сбросить, ну, те, кто готов, я сбрасываю записи программы, они слушают и более-менее спокойно относятся уже к этой практике, к этому опыту, но многие волнуются, и я понимаю, почему. Потому что, конечно, у них есть волнение по поводу там относительно публичного выступления, но не менее, а может даже и более значимым и важным для них является то, что они рассказывают о том деле, которое любят. Если бы это была исключительно там дежурная ситуация, особо не значащая для них ничего, они, наверное, спокойно бы заученными фразами отвечали на вопросы и не боялись участия. Они трепетно и волнительно относятся и к своему делу, и к тому, что о нем рассказать. Самое интересное, ни разу, ну, может быть, за однократным там или двукратным исключением, я не столкнулся с тем, что здесь в студии кто-то отказывался бы отвечать на вопросы о своем деле, о своем бизнесе или о своем там своей деятельности, ну, так скажем, желая там скрыть какие-то коммерческие секреты. Конечно, я не задаю таких вопросов напрямую, здесь не звучат цифры, там, оборотов, доходности. Но, видимо, мне с одной стороны так везет, а с другой стороны я сам выбираю гостей. И я все-таки стараюсь выбирать тех людей, которые достигли понимания, что секретами можно развиваться, там, или ограничениями, там, да, можно развиваться до определенного уровня. Вообще поделюсь с вами, раз уж у меня есть такая возможность. Надеюсь, я... То, что я говорю, вам интересно, и такая возможность у меня бывает крайне редко. Всегда ведь говорят мои гости, а тут есть возможность мне поделиться с вами своими мыслями. Вообще я уже несколько раз на различных мероприятиях называл это, ну, в отношении предпринимателей, называл это эволюцией бизнеса. Мне кажется, эту теорию, там, можно распространить и на другие формы, там, направления деятельности, но в бизнесе это наиболее ярко проявляется. Многократно уже бывал свидетелем того, как возникают, развиваются, иногда пропадают, иногда достигают, там, больших масштабов и отдельные бизнесы, и целые отрасли. И вот могу точно сказать по результатам этих наблюдений, что каждый из предпринимателей в какой-то момент приходит к мнению о том, что... Ну, вернее, каждый из предпринимателей приходит в какой-то момент к пониманию того, что его бизнес уперся в развитии, в какую-то точку. И вот здесь возникает момент выбора. Либо ты понимаешь, что без развития отрасли, без развития рынка в целом, без развития даже общей экономической ситуации ты не сможешь развивать дальше и свое предприятие, и ты начинаешь этим заниматься, ты начинаешь на это влиять и воздействовать. Либо ты, ну, осознанно там или неосознанно принимаешь решение о том, что... о том, что ты... Ну, вот на этом потолке останавливаешься. Потому что только понимая, что ты для развития себя и своего бизнеса должен развивать отрасль, только тогда ты приходишь к пониманию, опять же, того, что секреты, ноу-хау и все остальное работают на первичном этапе. Дальше, собственно говоря, там надо не столько скрывать, сколько быть впереди. А развитие отрасли и позволяет быть впереди. Поэтому вот этот эволюционный процесс, наблюдаемый нами в торгово-промышленной палате уже неоднократно, приводит нас к выводу о том, что вот это вот понимание предпринимателям необходимости развития отрасли приводит его к тому, что не надо скрывать. Ну, собственно говоря, нечего здесь стоить. Поделившись каким-то своим опытом, а именно это происходит в студии программы, ты содействуешь развитию рынка, развитию аудитории, развитию и своей клиентской базы в том числе. Когда-то совсем давно, совсем давно, это, наверное, было лет 20 назад, я помню, что губернатором тогда был еще Николай Иванович Шаклеин, наверное, лет 20 назад, в начале 2000-х. Один знакомый мой, с которым мы познакомились, он был вице-президентом одного из крупнейших и на тот, и на данный момент банков. Я сейчас, честно говоря, не знаю, кем он работает, но он тогда был вице-президентом крупного федерального банка. Когда банку сказали, что, ну, так скажем, его не очень рады были бы видеть у нас в регионе, он сказал мне, Андрей, передай вашим руководителям, что там, где денег много, их много у всех, а там, где денег мало, их, опять же, мало у всех, и, собственно говоря, там вот так это работает. Но мой гость где-то уже буквально здесь должен появиться. Я, с вашего разрешения, вот он заходит, и вот открывается дверь, появляется в студии мой гость, которого мы ждали. И, собственно говоря, мой монолог в прямом эфире с радиослушателем завершается. Я рад этой возможности рассказать вам, поделиться своими мыслями, рассказать о моей программе. Олег. Олег, добрый день. Добрый день. У меня в студии, ну, собственно говоря, начинаем. У меня в студии Олег Кочкин, я вас уже представлял, руководитель компании «Вятка Авиа». И можно сказать, что вы прямо вот прилетели к нам в студию, так образно. Старался как мог. Все хорошо, я надеюсь. Да, все хорошо. Хорошо. Тогда не будем вдаваться в подробности. Начинаем программу. Олег, я уже рассказал радиослушателям, а гостям своим обычно перед программой рассказываю о формате, но сейчас вот придется все с колес, что называется, делать. Это беседа, мы с вами разговариваем о том деле, которым вы занимаетесь. Да, я ехал, я слушал. Да, в программу. Отлично. Это первый такой опыт, когда мой гость слушал программу в прямом эфире. «Вятка Авиа». Вот вы, мне кажется, в этом смысле хороший пример того гостя, о котором я говорил. Мы многие о нем знаем, мы знаем, чем он занимается, как нам кажется, но точно уж как бы не в деталях и не в подробностях. Мы поговорим сегодня и о частной авиации, и вообще, но давайте начнем с общего. Что такое «Вятка Авиа»? «Вятка Авиа» на сегодняшний день это единственная авиакомпания в Кировской области. Занимается она, в общем-то, двумя видами работ. Это санитарная авиация, круглогодичный вид работ, и тушение, поиск и тушение пожаров – это то, чем мы занимаемся в течение лета. Это госзаказы? Да, и то, и другое госзаказы. На сегодняшний день у нас вообще нет ни одного частного заказчика. Это хорошо или плохо? Ну, на сегодняшний день госзаказы развиваются, для нас это хорошо. Хотя, конечно, мне бы хотелось, чтобы и организации, фирмы, частные лица могли бы у нас пользоваться нашими услугами. Но на сегодняшний день, в общем-то, ситуация такая, по цене, по нашим услугам, что иногда меня спрашивают, вот хочу слетать, допустим, в Ядские поляны. Вот сколько стоит на вертолете слетать? Я говорю, вот пример такой. Наверное, проще вам купить какую-нибудь бушную иномарку. Доехать и там бросить. Ездить, да. У вас, в конце концов, еще останется иномарка, чем вы слетаете на вертолете. Потому что сейчас цена 205 тысяч рублей за летный час вертолета. Это примерно три часа полета туда-обратно. То есть, вот считайте сами, какая цена. Это стоимость топлива, амортизация, накладные расходы? Из чего составляется такая сумма? Две самые большие статьи. Это стоимость лизинга, потому что вертолет сам очень дорогая вещь. И вторая, это отчисление на капитальный и текущий ремонт. Это вот две главные статьи. Потом уже зарплата, налоги, топливо. Вот содержание это самое дорогое. И лизинг. Потому что вот на сегодняшний день такие вертолеты, ну вот на этот год цену как-то публично не озвучивали, но прошлый год она была там порядка 350 миллионов. Один ансад стоил. Возможно ли развитие частной ситуации в России, частной авиации в России в таких условиях? Вот только хотя бы по такой цене. Мы с вами, я знаю множество проблем с развитием частной авиации. Вы их знаете гораздо больше. Но по такой цене, ну какая частная авиация? Какое развитие? Да, о том и речь. Можно было бы говорить, если бы было два фактора у нас. Во-первых, у нас нет отечественных судов малой авиации. У нас их просто не выпускают. Это самолеты вы имеете в виду? Самолеты, да и вертолеты тоже. Ну тот же ансад это... Ну ансад это уже семиместный вертолет, это уже малый средний класс. Да, надо меньше. Надо меньше. Таких вертолетов нет. Планируется, но они уже много лет, я бы сказал, много десятилетий планируются, но пока еще и такого вертолета нет. И самолетов тоже нет. Все, которые частные у нас в стране летают, это либо Цесна, либо Пайпер, в общем-то американские самолеты. А учитывая ситуацию сейчас с санкциями, вообще с авиацией, то везти за границей на сегодняшний день нереально практически, если только это где-то искать, там пока Казахстану. Поддержанные. Да. И запчастей практически тоже на сегодняшний день не достать очень тяжело с этим стало. И то есть рынок, который есть внутри страны, он небольшой, и по сути притока извне перекрыли, и внутри страны ничего не производится. Поэтому на сегодняшний день не вижу перспектив развития частной авиации. Ну а по собственному предприятию какие перспективы? Госзаказ, может быть какие-то, не знаю, нерегулярные там рейсы, но опять же чартерные. При увеличении спроса будет снижение стоимости, будет более перспективная эта работа. И что для этого надо сделать? Мы же понимаем, что если это раз в месяц заказ там в Павятские поляны, то, условно говоря, цена такая. А если это регулярный рейс раз в день, ну, я предполагаю, да, там может быть другая стоимость. Как это делать? Это же, ну, на самом деле очень большая беда. Там работая в бизнесе, общаясь с предпринимателем, мы понимаем, что централизация страны с точки зрения там логистики, когда все через Москву. И ты не можешь там, ну, либо ты на машине едешь, либо с поездом долго, а то и вообще без вариантов, а там малой авиации нет. Ну, там для нашей страны это, ну, мне кажется, настолько сдерживающий фактор вот этого экономического развития и экономической активности, что с этим все равно надо что-то делать. Вот какие способы решения этого вопроса вы, как человек погруженный в ситуацию знаете, ну, предполагаете? Ну, у нас у государства на сегодняшний день есть программа субсидирования перелетов, назовем их так, не через Москву. Региональных. Региональных, да. Но это все равно на крупной авиации, правильно? То есть это, ну, большие маршруты, так скажем. Была программа Бабича в свое время, помните? Да, по ПФО, конечно. Прекрасная, там 8, по-моему, регионов можно было улететь, малой авиации, совершенно спокойной, и через час в Нижнем оказаться, там, или в Самаре, через полтора. Да, но она задумывалась изначально как временная. То есть проблема с новыми маршрутами в чем? Есть такое понятие в авиации накатать маршрут, чтобы люди привыкли, люди узнали, люди начали пользоваться. И вот полгода-год, это для нового маршрута, это самый такой тяжелый период, когда низкая загрузка, низкий процент занимательности кресел. И как раз эта программа-то, она была нацелена на то, чтобы вот этот самый тяжелый период покрыть. А потом она должна была стать, собственно говоря, коммерчески эффективной. Ну да, потом уже без программы сами компании должны были встать на эти маршруты. А что произошло? Почему? Ведь, ну, я сначала, я помню, ты летал как в... Это я сам летал. В ВИП, я один летал, как бы, по-моему, в Ижевск или куда-то. Но потом ведь нормальная была заполняемость, начали летать и, в общем, стало удобно. Что произошло с программой? Почему свернули? В этой программе участвовали в Кирове, по крайней мере, две авиакомпании. Одна из них, это Aviation Management Group. Она летала на девяти местных самолетах «Пилатус». И, в общем, практика показала, эти самолеты, они коммерчески неэффективны, вообще без дотации, в принципе. И все полеты внутри перевозково-фериального округа, они оказались невыгодны. Удержались другие самолеты, это CRG-200, других компаний, в частности, Руслайна. Удержались оренбургцы на своих самолетах Л410. 17 местные, по-моему. Да, 16, по-моему. Но эти рейсы, они не через Киров. То есть, остались рейсы там Саратов-Уфа, Пермь-Казань. Вот такие, между крупными городами, практически между миллионниками, где есть возможность большие самолеты поставить. Если же у нас там из Кирова, то не заполнить ни Л410, ни CRG-200, которым 55 кресел. Да, можно летать на «Пилатусах», там, до 9 кресел, но без дотаций слишком мал доход от продажи билетов. Ну, либо, опять же, стоимость билетов будет такая, что, собственно говоря... Никто не полетит. Не стану покупать. Немного у нас времени, к сожалению, поэтому сейчас вот будет рекламная пауза. Вообще, вот коротко ответьте, ждать развития региональной авиации или уже не ждать там и понимать, что это не изменится? Знаете, это моя мечта. Я пытаюсь ее реализовать уже 12 лет. Поддерживаю, как могу, оставшиеся аэродромы по Кировской области. Но, с одной стороны, у Росавиации требования, если самолет куда-то летит, то там должна быть инфраструктура. То есть там должно быть пожарное обеспечение, метеообеспечение, диспетчерское обеспечение, контроль на входе, то есть рамки, металлодетекторы и так далее, полиция, проверка документов и так далее. Ну, вся инфраструктура, да. А, допустим, в Вятских полянах у нас здание просто разнесли по кирпичикам, там ничего не осталось, кроме полосы. То есть это надо восстанавливать просто так, в Вятские поляны или куда бы то ни было, из Кирова не полетишь. Ну, это регулярный рейс. Ну, давайте, Олег, вот просто рекламная пауза. Ждать или не ждать? Ближайшие годы нет. Ближайшие годы нет. Про мечту и про ваше дело поговорим буквально через пару минут после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь, вернемся через несколько секунд. Возвращаемся в студию программы «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, в этот раз в эфире у меня уже здесь. Олег Кочкин, руководитель компании «Вятка Авиа». Продолжим разговор. Не ждать в ближайшие годы. Надеемся, и я знаю, что все предприниматели, ну, собственно говоря, люди, которые не исключают ничего и надеются на лучшем, надеемся, что все-таки там будет появляться и, собственно говоря, и техника в стране для региональной малой авиации. Несмотря на то, что многие годы там этот вопрос поднимается, разрабатывается, пока не реализовано. Но там, что называется, я в этом смысле, мне кажется, я считаю, что русский человек — это человек подвига. Вот сейчас все, что происходит с нами, да, там вот и в целом, и в авиации в частности, там переход на, опять же, там, свои разработки, возрождение вот этого наследника Ан-2, который там, да, тоже несколько лет там пытаются его там так или иначе запустить, все-таки произойдет. Что вас, Олег, заставляет заниматься тем, у чего вы сами, как говорите, там, в ближайшее время особых перспектив там развития нет? Что для вас вот эта Кира Фавиа, что вас мотивирует на то, чтобы заниматься этим? Ну, от своей работы я каждый день получаю удовольствие. Я просыпаюсь, мне хочется ехать, мне на работу, мне хочется что-то делать. Я задерживаюсь, меня это нисколько не напрягает. По выходным я работаю не потому, что надо, а потому что, ну, мне дома скучно, мне охота приехать, что-то подумать, что-то, может быть, даже своими руками сделать на аэродроме. Планы работы на неделю составить. Это то, чем я горю, что мне... Авиация — это вообще вся жизнь ваша, да, ведь, насколько я знаком с биографией? Ну, на сегодняшний день — да. А вообще авиация выросла из другого бизнеса, из девелоперского. И я никогда не думал, что я буду профессионально, коммерчески заниматься авиацией. Я и увлекался, наверное, с детства. Абсолютно как любитель. Как и говорил, как слушатель, задан вопрос. Сами летаете? Только пассажирам. Что сейчас в авиапарке? Кировавиа. Гаткавиа, да. Что сейчас в авиапарке? Вы сказали, вертолеты, самолеты. Что конкретно? Сколько единиц? На сегодняшний день у нас четыре самолета Ан-2 кукурузника, всем известного, старого, советского. Один вертолет Ми-2, два современных вертолета Ансад и четыре американских самолета Цесна. С момента, когда я у вас побывал, мне кажется, так серьезно расширился авиапарк за несколько лет. Каждый год практически по одному воздушному судну добавляется. Ан-2 это в основном пожарная лесоохрана, да? Да, это полеты летом. Иногда мы на них летаем, вывозим пассажиров больных. Это в рамках санитарной авиации, госконтракции? Конечно, в основном это только летом выброска парашютистов. Я знаю, что наша лесоохрана работает не только в Кировской области. У вас госконтракты и полеты региональные, или тоже работаете на другие регионы? Мы работаем, кроме Кировской области, еще в республике Коми. Тоже с нашей лесоохраной? Нет, там есть своя, республиканская лесоохрана, свой контракт. И примерно по ровну мы летаем, но достаточно много и там, и здесь. На сегодняшний день, вот этим летом мы работали с пяти точек. Это эффективно как бизнес? Как бизнес это эффективно на сегодняшний день. Но ситуация непредсказуемая. Вот, допустим, никто себе из моих друзей не может представить, что кукурузники, Ан-2 всем известные, это импортные самолеты. Вертолет Ми-2, который тоже старый советский, это тоже импортный самолет. Они в Советском Союзе никогда не выпускались. Они выпускались в Польше, тогда еще в Советской. На сегодняшний день это недружественная нам страна. Серьезно? Ми-2 в Польше? И Ан-2 тоже. И Ан-2. И Ан-2. Они все выпускались в Польше. На сегодняшний день невозможно стало получить никакие запчасти на Ан-2 и Ми-2, которые выпускаются в Польше. Вот у нас в Ростове на заводе сейчас ремонтируется, допустим, втулка хвостового винта. Там не хватает одного маленького колечка, примерно диаметром сантиметров шесть. Это колечко по определенной технологии производится в Польше. И мы не можем найти аналог. Из-за этого вот у нас сейчас, вот на сегодняшний день Ми-2 стоит, мы ждем, как нам, кто нам аналог поставит. И это на самом деле огромная проблема. Вот вертолет «Ансад», новый, современный, российский, выпускается у нас совершенно рядом от Кирова, в Казани. Там стоят импортные двигатели «Парад Уитни». «Парад Уитни» — это Канада. Те же самые движки стоят на «Боингах». Полностью прекращено все сотрудничество. В том плане у нас даже был... Мы обязаны были получать обновление и программного обеспечения, и сервисного бюллетеня от завода. Для этого у нас был платный доступ к их порталу с документацией. Так вот, в конце февраля нам просто прекратили доступ без объяснения, без возврата денег. Мы сейчас не имеем доступа ни к запчастям, ни к информации обновленной, текущей. Конечно, там выходными способами как-то пытаемся решать, но вот со всем авиапарком сейчас проблемы. Как ни странно, меньше всего проблем по запчастям — это с американскими цеснами. Вот как ни странно. Может быть, за счет их распространенности в мире? Это первое. Один из самых массовых. И второе. Американцы, они не вводили прямого запрета на поставку авиазапчастей в Россию. Как ни странно. Американцы в этом смысле, мне кажется, очень хитрые. Они Европу подталкивают к абсолютно жестким санкциям, а сами исключения оставляют столько. Совершенно верно. И эту Канаду даже они вынудили полностью прекратить сотрудничество. А американцы — нет. То есть люди в чемоданах, реально в своих чемоданах возят запчасти из Америки. Это не запрещено. Можно привезти и увезти. Из Европы — это уголовные преступления. А из Америки — нет. Через Турцию — пожалуйста. Если человек в Кировской области, кто-то из наших слушателей или знакомых хочет полетать на самолете, можно к вам приехать и это сделать? Ну, смотрите, у нас ограниченная лицензия. Мы выполняем... Что мы можем делать? Мы можем выполнять фотосъемочные работы. Ну, помимо санитарной авиации и лесотушения, мы можем выполнять транспортно-связные работы. Это когда мы с предприятием заключаем контракт, и их сотрудников обслуживаем, перевозим из точки А в точку Б. Просто так пассажира взять покатать, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем. А получилось... Я помню, Олег, была история с обучением. Да, да. Мы начали этот процесс. Мы заключили договор с Уральским учебно-тренировочным авиационным центром. Мы отучили преподавателей наших кировских, чтобы они могли преподавать под лицензией Уральского центра. Планируя, что мы в Кирове будем обучать, в Кирове будут люди отлетывать. Мы этот процесс практически весь документально уже оформили, но тут изменилось мнение авиации, и они запретили делать какие-либо филиалы учебных центров. Если ты хочешь обучаться, пожалуйста, езжай в этот учебный центр, в Екатеринбург, и там под видеокамерой ты должен сидеть два месяца, и никаких филиалов, допустим, как мы хотели в Кирове сделать. Это уже практически все было сделано, но вот в последний момент мнение авиации поменялось. Поэтому все это у нас заглохло. Что же делать людям, которые в Кирове хотят летать? Ну, в общем-то, на сегодняшний день это реально. То есть можно обучиться. Наверное, еще десяток. Вы же наверняка знаете. В Москве три или четыре центра существуют. Я имею в виду, в Кирове есть люди, которые хотят научиться летать, научились, может быть, там кто-то приобрел самолет. Не знаю, есть такие истории? Известно вам? Истории такие есть, но я бы не назвал их пока до конца успешными. Потому что вот один человек, вот он самолет купил, отправил двигательный ремонт в Европу, и он у него завис. Потому что сейчас никакие поставки авиационных запчастей обратно не вывезешь. У другого там был самолет украинский, маленький. Честно говоря, его судьбу в данный момент не знаю, но тоже подразумеваю. Догадываюсь, что ничего хорошего там с этим самолетом нет. Хотя, если подойти с умом, то можно купить в России самолет там, начиная там от... Ну, хороший самолет будет от пяти миллионов, там, двухместный. И отучиться, на сегодняшний день, это порядка 600-700 тысяч будет стоить. И, в принципе, пять плюс 700. И летать потом от вас? Ну, как вариант. То есть такую возможность вы предоставить можете? Да. Договориться можно. Слушайте, мне на самом деле очень жаль, конечно, что у нас такое ограниченное время получилось для общения, потому что мне самому авиация очень интересна. Я всегда как-то тянулся. Мне нравится летать. Я летаю каждую неделю, и каждый раз я получаю удовольствие от перелета даже. На Победе. Киров, Москва. Меня узнают стюардессы. Мне нравится это. Я считаю, что каждый мальчишка там должен стремиться в небо, и оно должно его манить, притягивать. И очень хорошо, что у нас есть компания, которая может, ну, по крайней мере, дать возможность прикоснуться. Я ведь знаю, что можно к вам, ну, хотя бы приехать, походить по аэродрому, посмотреть на технику, договорившись заранее. То, чего не сделаешь на большом аэродроме. И очень бы хотелось, чтобы все-таки на вопрос, стоит ли ждать изменения в этой сфере, мы с вами, ну, может, чуть раньше, чем через несколько лет, смогли ответить, что стоит. Вот давайте загадаем вместе, чтобы частная, малая авиация, государственная, любая, но связанность страны увеличивалась, мобильность населения увеличивалась, и мы уже не через Москву летали. И летали бы больше. Мне бы тоже так хотелось. Спасибо, Олег, заканчиваем программу. Давайте еще раз я вас позову, и мы в следующий раз поговорим больше. Спасибо. Спасибо. Разговор по делу